Восвитая служба информации телера до компании Гомель, у студии працуя Марина Джалая, глядите о гэтым выпуску. Подтрым карамесной працы и агроэкотуризму. В Беларуси протягивается работа по либерализации бизнесу. Лечильники воды и электроэнергии с дистанцийным керованием. ЖКГ укораняя новые технологии. Выратовальник, работа без выходных дён. Мазырский водолаз выратыва у житей соседей по дачным участку. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Пероликвида у рамесной деяности поширается Украине. Гэта предугледжена указом номер 364 об ижитявлении физичными особами рамесной деяности. Який подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. У перолик уключены усе виды творчасти, які ожитявляются на основе ручной працы. Удакладняются места и способы реализации продукции. Рамесники змогуть продавать вырабы непосредно у майстернях, доставлять и пересылать товары покупникам. А так само рекламовать свою продукцию у тымлеку у интернете. В принятиях этих мер закликано саденишать развитию народных промыслов, захаванию промножению традиций ручной працы, а так само уключению процессдольных насильництва у экономичную дейность. Указу выходить у пакет документов, накерованных на развитие предпринимательства и стимулирование деловой активности. И еще один документ, подписанный напереды днепрэзидентам, пошырая махчымасти для оказания послуг у сферы агроэкотурызму. Указ номер 365, продугледживая устранение администрационных барьеров у этой сферы. Документ замацовывая право жахару сельской мясовости, яке мают земельные участки, предоставленные для будавництва и обслуговання жилого дома, займаться агроэкотурызмом без изменения метового призначения этих участков. Ранее оказывать послуги у сферы агроэкотурызму могли выклюшно грамадяне, яке мают у корыста неземельные участки, призначенные для ведения особистой подсобной господарки. Субъектам агроэкотурызму так само продоставляется право оказывать додатковые послуги, проводить презентации, юбилеи, банкеты. Выники работы Управления архитектуры и города будавництва разглядились сегодня на посаджении гомельского гарвы Конкама. Колька из воротов грамадян по отповедной теме лето знизилась на 42% в паравнане с 2015 годом. Узмоцнена информацийная работа. Проводилися сустрэчы с населенством, промейлени, выезды мобильных групп. Середактуальных для Галины пытанью – знос, будавництва и реконструкция домов, регистрация самовольно узведенных побудов и перепланировка. Вопрос остается актуальным по самовольному строительству. Хотя есть какое-то снижение, мы видим процент, но однозначно остались те стереотипы, по которым люди ранее работали. То есть это и юридические лица, и физические лица. Поэтому будет проводиться профилактика, она уже проводится. Ну, с вашей помощью мы, думаю, добьемся результатов. Проблемы остаются еще в вовлечении в оборот неэффективное используемое имущество. Поэтому всеми силами, я и мои специалисты будем проводить эти работы. Ну, я думаю, что эффект мы увидим в ближайшее время. Згодно с генпланом Гомеля, различным до 2025 года, приоритет належит повышению якости городского ассародзе. Гену продугледжуя захование иснуючих и створение новых доброупорядкованных территорий зеленения для поддержания экологичного баланса. Протягивается распроцовка проекта по планированию широкого территорий. Это у приватности территория вокруг палаца легкой атлетики, районы в улиц Добружская, Фядюнинская, Лепяшинская. Так само плануется завершение сядибного будовництва у Романовичах, новым життей, червоным маяком, химах, прибары и по улице Оранжерейной. Улик споживания воды, электроэнергии, а в будущем газу станет автоматизованным. Пилотные проекты зараз реализуются у некальких домах Гомеля. Як новое обсталевание працуе на практице, доведалися наши корреспонденты. Геннадий Хременко, жихар так званого экспериментального дома, починает привыкать до уваги журналистов. Не глядячи на то, что споживание воды зараз автоматично вылечивается у каждой квартиры, корреспондентов ведутся минавито в геттою. Господар до недавнего часа был старшинной жильевого товариства, 10 годов тому удельничал у приемца дома и зная об ему все, от подморку до даху. Былый энергетик профессийно и задобренним ставится до усяго нового, что спращает життё людям. Конечно, это более современно сейчас, вот это все учёты непосредственно по коммунальным услугам, предоставление этих услуг, это намного быстрее происходит. И поэтому тут никаких проблем нету, не как для нас, так и непосредственно для предприятий, которые предоставляют эти услуги. Дейничая система наступным чином. У 72-х кватерах усталеваны специальные модули, которые фиксуют информацию о вспожитых объёмах и про систему GSM, даденные в режиме онлайн, отправляют у развлековые центры. По-перше, так можно одразу выявить неплательщиков, а у контролёров возникнет необходность ходить по кватерах и звирать показания лечильников. Можем контролировать все утечки, несанкционированный отбор воды в доме. Это касается сетей внутридомовых. Второе, это то, что человек получает возможность уже контролировать свою оплату чётко на последний день месяца, сколько потребил данной услуги по водоснабжению, столько и может заплатить, и это можем и контролировать. В будущем, когда работодательными системами обсталюет весь жилый сектор, самостоянно сдымать показания лечильников воды и электроэнергии не будет потреба. Корыстальники интернет-банкингу убачат свои кубы альбо киловатты в особистом кабинете. То и кто оплачивая жилёво-коммунальные послуги у банку альбо на почте, так само сможет на месте отрывать информацию об спожитых объёмах. Мы сможем получить чёткий баланс между водой, поданной в сеть, и потреблённой абонентами. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, все абоненты следуют правилу снимать показания в последний день месяца, ну и далее их оплачивать. Но уже имея этот чёткий баланс, сможем оперативно оценивать состояние системы, всё время выявлять повреждения на сетях, подключение несанкционированных абонентов, хищение воды и так далее. Ну и, в принципе, своё время полученная плата будет направлена в дальнейшем на реконструкцию развития системы и улучшение качества обслуживания абонентов. До речи, нова будовля плануется одразу обстальовывать новыми системами. Але эта добрая и корыстная справа потребует в решение широкого законодавчих моментов и зрозумела великих грошовых выдатков. Марина Джалая, Сергей Нігеревич, Александр Харламп, телерадиокомпания «Гомель». 35-годовый мазирский водолаз Михаил Глушаков вырытал на пожары в приватном доме двух соседей – пожилых мужа и жёнку. У своему чинку мужчины ничего особенного не видеть. Кажа, рабил тое, что был повинен. Свой выходный день водолаз в мазирской вырытовальной станции вырышил провести на даче. Працывал на участку, коли пачу крыки об допомозе. Не раздумываючи, кинулся до соседей. Выбежал в соседний участок дома. Сразу же понял, что дом горит. Как в кино шёл дымок. Забежал в веранду. Там находился пожилой мужчина. Тут же его вытащил на траву. С его слов оказалось, что там ещё находится его престарелая жена, женщина. Разбил с другой стороны дома окно. Её тоже вытащил. Всё, дом стал полностью гореть. Приехала МЧС, скорая. Коллеги, супрацовники районного подразделения МНС подяковали Михаила Глушакова за его день в надзвучайной ситуации. А зараз я нырыхтует документ, как заявить водолаза, на что годовый областный конкурс вырытовальник года. Всё не означается «Сусветный день психичного здоровья». Оно возначается, как стан добробыту, при яким человек, реализуя свои сдольности, справляется с житёвыми проблемами и может продуктивно працовать на корысть громадства. По даджинах областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья каля 7% насильництва нашей краины хоть бы раз вертались за допомогой до специалистов у галине психичного здоровья. Однако медики лечат, что реальная колькость людей с психичными расстройствами значительно больше. У европейским регионах это каля 15% насильництва. Про то, как поддерживать свое здоровье в норме и как отримать допомогу, мы расскажем у наших вечерних выпусках. У Гомеле протягиваются акции по профилактице хвороб системы кровозвороту. Под час их проведения в уйных гандлевых объектах специалисты вымеряют артериальный тиск и дадут консультации по здоровым ладе життя, харчаванне и рухальной активности. Все жадают, что могут доведаться про свой индекс массы тела и отримать навыки самостоянного вымерения тиску. Завтра акция пройдет с 14 до 16 годин на центральном рынке, калявого ходу укрытый павильон сбоку в улице Селянской. 18-го кастрышника наведвальника учакают у супермаркете по улице Сухога, 2. А пошня у гэты месяцы мероприемства запланована на 25-я кастрышника. С 14 до 16 годин акцию проведут у супермаркете по улице Мазурова, 79. Держаутоинспекция сегодня проведе массированную отпрацовку аутодороги М10. У другой полови дня трасса мяжа Российской Федерации «Гомель-Кобрин» на всей ее протяглости по Гомельской области подпильной увагой супрацовников ДАИ. Нарады ДПС выставят у найбольш авары на небеспешных местах. Параллельно аналогичные контрольные мероприемства проведут у суседней Бранской области. На автодорозе М13. Бранск-Новозыпка у мяжа с Республикой Беларусь. Далее у эфиры «Спортивный агляд». З новинами спорту вас познайомить Максим Савин.